Продолжение следует... Я пытался в прошлом году сделать домашнее задание для практикума, там оно, кстати, получилось, но все равно это довольно такая... Ничего более крупного, чем то, что сейчас будет продемонстрировано, как я надеюсь, на лекциях, я все равно не смогу от вас попросить, ибо это мы уже переходим в область, так сказать, технологий программирования, то есть реальных каких-то программистских требований к языку, исходя из современных представлений. Речь у нас пойдет об асинхронности. Тут надо сразу развеять один главный миф, который довольно часто встречается, в том числе и я в него некоторое время верил, когда речь идет об асинхронности, что асинхронность это такой параллелизм, ничего подобного. В действительности между ними нет прямой связи, но есть связь, наверное, опосредованная, потому что параллельно запущенные какие-то... Параллельность со существующей потоки вычислений нуждается в синхронизации, в случае, если они совсем параллельны, ну а по умолчанию, видимо, они работают асинхронно. Вот про это все мы с вами говорить не будем. Во-первых, потому что в языке Python нету на синтаксическом уровне, то есть в самом языке поддержки асинхронности, вот как таковой, не так уж много на свете языков, которые асинхронность поддерживают. Да, в смысле параллелизм, я прошу прощения, параллельного на уровне синтакса языка. Во-вторых, потому что Python, в принципе, язык однопоточный, все еще есть такая штука, как глобальный Global Interpretator Log, да, глобальный семафор интерпретатора, который в случае Python делает так, что в каждый момент времени в вашей программе может исполняться ровно один кусок кода на Python при наличии одного интерпретатора. Интерпретатор может выполнять только один интерпретатор, только один кусок кода на Python. Из этого положения выходит с помощью многопроцессных систем, когда у вас просто запускается много питончиков, и ваши процессы друг с другом общаются достаточно кроссплатформенно, значит, через специальные интерфейсы. Но это не про треды точно, да, это много разных питончиков запустили много разных процессов, пускай даже их родителям являлся один и тот же исходный скрипт на питоне. Еще один способ организации асинхронности, это проброс обратных вызовов, которые будут вызываться в случае наступления какого-то события, и какой-то большой специальный цикл будет просматривать, наступили ли эти самые события, и в случае, если они наступили, эти самые обратные вызовы вызывать. То есть вы регистрируете кучу-кучу-кучу каких-то функций, эти функции ничего не делают, просто за них зарегистрированы. А когда логика вашего образующего цикла, который проверяет, в каком состоянии находится система, определит, что пора вызывать какую-то из имеющихся функций, он ее просто вызовет. Вот примерно такой на пальцах объяснение, что такое колбек. Что мы можем реализовать в плане асинхронности обработки в эпитоне? Имеющийся уже, мы знаем, механизм генераторов, таких немножко сопрограмм, ну или, скажем так, повторно входимых процедур, позволит нам сделать что? Позволит нам при наличии соответствующей логики разбить несколько входов в одну и ту же процедуру на отдельные последовательные части. Ну, собственно, так оно и устроено. Мы сначала один раз вызываем процедуру, потом довызывовываем ее. Ну вот в примере, который тут есть в лекции, вот у нас есть некий сек, у которого два илда. Что это значит? Это значит, что мы первый раз делаем next и второй раз делаем next. То есть два раза вызываем эту процедуру. Соответственно, вся идея асинхронности на основе сопрограмм состоит в том, что мы регистрируем какое-то количество таких повторно входимых процедур и оперируем не самими этими процедурами, а вызовами, входами в них, повторными из некоторого управляющего внешнего образующего цикла. И вот эти повторные входы выбираются по какой-то заданной в этом цикле логике. Это означает, например, что одна из процедур, которая у нас вызвана, которую мы зарегистрировали, если логика говорит, что надо в первую очередь ее повторные входы обработать, то сначала будет постоянно входить туда, и она закончится, а другие, наверное, не успеют. Мы постараемся все это увидеть сегодня. Ну, давайте, что ли, займемся чем-то вроде копипасты. Сейчас. Вот у меня есть... Ну, это мы будем туда подглядывать, если случится какой-нибудь конфуз, мы сделаем новый примерчик, новый каталог с примерами. Вот. Будем работать там. Возможно, если нам не хватит времени, я тут зарапортуюсь, то мы будем просто копипастить из этого каталога или из плана лекции, но пока попробуем писать сами. Значит, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас создадим... Создадим... Только не видим, а мозг... Мозгрем, да. Вот. Создадим файл на питончике, в котором будем вызывать с некоторой паузой код повторно-входимой функции. Ну и сразу немножко усложним эту картинку, потому что мы и так знаем, как работают повторно-входимые функции. У нас все эти генераторы были. Вот. Сделаем вызов из вызова. Заодно повторим тему, которая называется yieldFro. Вот. Значит, чтобы было нагляднее видно, как они по ходу вызываются, эти функции, значит, мы еще вставим какую-нибудь задержку секундную. Ну, в общем, примерно так. Вот. Да. Вот у нас функция sec, которая дважды возвращает yield. Ну, допустим, sec1 yieldSec2. Вот. Поставим для красоты вот так, да? Значит, и функция, которая делает yieldFro этого самого sec. Ну, не знаю, тут... Ну, давайте, господи, ну, какой-нибудь name, ей зададим и, скажем так, while true yieldFro sec вызываем ее и yield себя. Ну, скажем, name. Ну, вот как-то так. Вот. Значит, напоминаю, что yieldFro это такой способ вообще не выполнять в течение некоторого времени код функции вызывающей, генератора вызывающей ифро, а сразу выполнять повторно входимые вызовы входа генератора sec. То есть, фактически, это как бы передача такая управления. Вот мы yieldили из ифро, потом некоторое время yieldим из сек, а потом возвращаемся и yieldим опять из ифро. вот здесь. Ну, теперь мы все это вызовем. Назовем ядром core равняется вот это самое ифро. Создадим создадим, собственно, генератор. Вот. Назовем его как-нибудь core вот. Ну, и, собственно, forE in range вот, ну, скажем, там 10, как у нас написано в лекциях. Да. Будем спать одну секундочку. Только не time, конечно, а и sleep. Нам тут нужен sleep. Вот. Поспим здесь одну секундочку. И вызовем очередной next print. Ну, что-то типа и запятая next. Вот. что у нас там кори. Только не коди, а коди, да, кори. Наш вычислительное ядро. Как-то так. Вот. Посмотрим, что получится. Что тебе не нравится? Тебе не нравится здесь, и вот здесь надо по две строчки ввести. Молодец. Запускаемся в безобразие. Ну, вот. Собственно, ничего военного совершенно не происходит. Мы в нашем, вот, посмотрите сюда, в нашем, в нашей эфро. Потихонечку дергаем сек, потихонечку yieldим, это наше самое name. Вот. Фишка стоит в том, что мы вытянули в линеечку все эти вот последовательные yieldы, и у нас выглядит это дело так. Поскольку у нас сначала стоит yield from, это первый yield, это второй, это третий, это четвертый, это пятый, это шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, и на этом цикл останавливается. Да, вот он, сек один сделался, а сек два еще не сделался, потому что мы туда не вошли. В общем, абсолютно ничего военного, у нас вообще все абсолютно последовательно, да, вот, пока что все более-менее понятно. Кстати, хочу сказать, тут есть одна волшебная такая штука, сейчас я посмотрю вот в этот код, интересно, надо ли его воспроизводить, короче говоря, волшебная штука состоит в том, что вот этот yield from, вот здесь, помните, мы с вами говорили, что когда мы пишем генератор, то слово return у него в конце означает, что stop iteration, и вообще вот то, что в этом return куда-то передается, оно никуда не передается, это было вранье, оно передается, мы сейчас увидим куда, вот, но идея стоит в том, что в действительности, когда мы говорим return внутри генератора, происходит stop iteration, и в качестве параметра этого самого stop iteration передается то, что мы передали в return, вот, то есть, если мы вот здесь вот поставим еще return что-нибудь, то вот это что-нибудь передается в качестве параметра stop iteration, вот, ну, не знаю, это, 2, давайте что-нибудь такое сделаем более интересное, допустим, здесь, допустим, n, здесь, допустим, n умножить на 2, здесь вот, n умножить на 2, и тут вот будем будем сделать так, здесь тогда вот name нам не нужен, ну, пускай будет name, господи, да, здесь, так вот, вот здесь напишем, типа вечного цикла, for, и in range, вот, ну, короче, много, вот, здесь передадим и, оно вот сюда вот в качестве n приедет, вот, и, вот эта фишка, про которую я не рассказывал на лекции про генераторы, yield и все остальное, оказывается, если вы вызываете yield from, то вот сюда можно взять и присосать из внутреннего генератора, вот то самое значение, которое он return, то есть, если вы напишите вот так вот, да, то, давайте, давайте посмотрим, как это выглядит, вот, 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 если вы напишите вот так вот, то вот сюда приедет, вот сюда приедет вот этот return, то есть, в нормальном случае этот return приедет просто в качестве параметра stop iteration, но именно в случае, когда вы делаете yield from, он приезжает сюда в качестве результата yield from, такая вот синтактическая, синтактически удобная конструкция, вот, ну, собственно, мы ею сейчас и займемся, ну-ка, давайте посмотрим, да, ну, вот он все, все хорошо работает, вот, откуда взялись эти 0, 2 и 4, да, 0, 2 и 4, и это результаты, это вот это n умножить на 2, да, то есть, это 0 умножить на 2, это 1 умножить на 2, и это 2 умножить на 2, которые к нам приезжали, после того, как мы сделали yield from внутри return, вот, вот в этом примере, который в лекции, хорошо видно, что, если вы делаете такой же вот, ну, реальный next из цикла, да, вот отсюда, то, то, что вы пишете вот здесь, ну, давайте мы попробуем сами это сделать, это же довольно легко, вот он у меня выполнился, давайте мы попробуем сделать, прямо отсюда, вот, что там у нас, кори у нас бесконечное, вот, сек, а, не так, заведем этот интератор, с равняется сек от, ну, скажем, 9, да, и скажем, next от s, посмотрим, что получится, сек 1, сек 2, stop iteration, и обратите внимание, какой stop iteration параметр, и это, вот, это самое, n умножить на 2, то есть, когда вы пишете return, на самом деле, вы можете написать туда, какое-то значение, и это значение не пропадет, оно либо приедет в параметре stop iteration, если вы вызываете это из обычной процедуры, да, либо оно приедет, прямо возвращаемое значение yield from, если вы вызываете это из этой yield from, такая вот интересная конструкция, вот, это, кстати, ну а2, но не важно, так, теперь, 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 надо, теперь давайте вот что сделаем, теперь давайте прямо синхронность, с помощью этой фигни, смоделируем, как смоделировать асинхронность, с помощью этой фигни, в общем, довольно легко, нам нужно просто взять 2, завести, вот, вот этот вот, yield from, который бы, ну ладно, yield from, это бог с ним, пускай он тут, пускай он тут делает, что, что хочет, сейчас, дайте подумаем, как правильно это сделать, ну, ладно, короче, значит, во-первых, давайте заведем 2, 2 ядра, кори 1, и кори 2, кори 2, то есть, у нас будет одна процедура, и фро, которая будет называть себя кори 1, и другая процедура, и фро, которая будет называть себя кори 2, вот, значит, здесь мы, что сделаем, мы будем выбирать случайное ядро, в зависимости от какого-нибудь рандома, ну, скажем, from, from, random, и, это было слово random, и напишем что-нибудь такое кори равняется корис от, ну, скажем, random больше, чем 0,66, да, либо нулевое, либо первое, вот, с вероятностью 1, 2, 1, две трети будет выбрано в нулевое, вот, потому что false, а с вероятностью 1,3 будет выбрана первое, потому что true, интересно, что получится, давайте посмотрим, только давайте тут 10, вместо 10 давайте поставим побольше, поставим там, не знаю, 20, вот, еще можно sleep поставить, точка 0,5, ну, нет, слишком мало, смотрим, вот, обратите внимание на то, что вызов кори 1 встречается чаще, чем вызов кори 2, вот, примерно в два раза, вот, мы, кстати, можем сюда передать еще, name, чтобы увидеть, какой сек, какой сек у нас здесь, какой сек у нас тут, вот так вот, да, ну-ка, давайте попробуем, вот, смотрите, да, из-под какой коры был вызван соответствующий сек, обратите внимание на то, что тех, которые из-под коры 1, их больше, чем тех, которых из-под коры 2, если мы здесь поставим, мы вместо 0,66, ну, скажем 0,75, будет еще больше, да, это все коры 1, когда же коры 2-то будет? Вот коры 2. Ну, вы меня поняли, да? Что-то как-то, ну, короче, вот, да, значит, мы сейчас, буквально из мхаи веточек, организовали, в общем, более или менее настоящую синхронность, в том смысле, что наши, наши две функции, два генератора и фрон, работали с разной скоростью, чаще работал вот этот, реже работал вот этот, вот, предположим, здесь у нас было бы не 10 тысяч, а скажем 5, тогда в какой-то момент один из этих генераторов еще бы и доработал, нам пришлось здесь хватать события Stop Iteration, вот, и доделывать второй итератор, ничего не напоминает? конечно, это напоминает, например, какой-нибудь вытесняющую многозадачность, да, вот это у нас как бы две задачки, у них есть как бы два приоритета, одна в данном случае в три раза приоритетнее другой, вот, и те чанки, которые определяются гилдами, вызовами, вот этими next, частями чанки этих задач, они, значит, выполняются с разными приоритетами, и сначала у нас первая задачка больше выполняется первая задачка, чем вторая, вот, и это значит, а, все тоже no1, ну ладно, тогда, видимо, не буду историю оставлять, но мы пока что идем плотно по лекции, вот, и это была вот эта вот часть, как вы понимаете, что мы, собственно, сделали, мы организовали асинхронное выполнение, вот этих кусочков, которые находятся вот здесь, вот в илдах, между ними точнее, то есть, вот код между илдами выполняется асинхронно по выбору вот отсюда, мы говорим, сейчас вот оттуда выполни очередной шажок, а сейчас вот оттуда выполнен очередной шажок, так, давайте посмотрим, что здесь у нас написано, а, ну это вот, собственно, оно, вот, теперь давайте вспомним, что у нас есть, вот, такой синтаксис, когда, вот здесь вот, перед илдом, можно поставить некоторые, некоторые значения, в котором написать что-нибудь равно чему-нибудь, сейчас, дайте я подгляжу в шпаргалку, а, ну, давайте заново там напишем, заново напишем, посмотрим, посмотрим, значит, ну, чтобы не пытаться модифицировать код вот вновь, значит, назовем функцию добавлятель, которая будет работать следующим образом, значит, напоминаю, что, если вы пишете вот так вот, x равняется yield, ну, допустим, n плюс 1, да, то, такую функцию нельзя nextом вызывать, то есть, такой генератор нельзя вызывать nextом, надо ему посылать специальное значение, и это самое специальное значение приедет вот сюда, в данном случае в переменную x, ну, давайте еще y равняется тоже yield, от x плюс 1, и давайте мы скажем return, мы уже теперь знаем, что return из генератора делать можно, потому что это такое возвращаемое значение для yield from, вот, ну, что-нибудь, ну, наше любимое, x умножить на 2 плюс y, вот, так у нас будет выглядеть наш добавлятель, он просто будет добавлять там, к вот этому n, да, вернее, он будет делать вот что, он будет в конце концов возвращать сумму x умножить на 2 плюс y, а, когда мы его вызвали, он будет отплевываться сначала n плюс 1, а потом x плюс 1, сейчас покажу, как это происходит, ну, давайте, тоже от 4 какой-нибудь назовем его, без разницы совершенно, вот, что делает этот от 4, он дважды вызывает adder, сначала первый раз он говорит yield from, from adder, вот, ну, ну, и, скажем, n у него при этом равно единице, вот, а потом второй раз он говорит yield from adder, и n у меня равно 2, да, значит, по идее, что должно произойти, должно произойти, должен произойти возврат того, что здесь не вычисляется в x и в y, вот, да, ну, значит, да, в чем хитрость, почему, почему я про это вспомнил, дело в том, что вот этот x и вот этот y, к нам сейчас приедут даже не отсюда, да, а прямо из вызывающей нашей программы, вот, которая, которую мы сейчас напишем, да, значит, ну, как у нас там назывался этот раннер, ну, хорошо, пускай будет называться команда, cmd, вот, data, это то, что мы будем пропихивать туда, в send, вот, создадим вот этот раннер, который будет называться add4, то есть мы его создадим просто, этот самый, запускатель наших заданий, а в dat пока запустим no, напоминаю, что у этого протокола, с которым send вместо next, у этого протокола, у генераторов, есть одну особенность, первый, вы должны сделать next, давайте это просто покажу, потому что это выглядит несколько странноватенько, но это вот так работает, значит, вот, dev, это у нас что, параметрический итератор, да, это итератор, в который можно пропихивать, в yield параметры, итератор, управляемый sendами, pi от, неважно чего, x равняется, yield от одного, это было слово yield, ну, скажем, от 10, print, print, x, да, y равняется yield, вот, не знаю, там, x умножить на 2, print, y, y, вот значит как ты фигурой можно пользоваться ну давайте создадим итератор из неё до приравняет цепи вот поскольку у нас здесь yield вот в такой синтаксический конструкция в правой части операции связывания эту этот генератор object он особенный смотрите если мы сейчас скажем next next от p все будет хорошо и нам сейчас приедет 10 а вот следующий next нас на следующий нас над нас обругают почему потому что next next это такой сокращенный вариант посылки внутрь нашего генератора ноуна то есть вот сюда сейчас приехал но вот вот сюда вот 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 этот оператор вот вот после того как мы сказали второй раз next вот сюда приехал но первый раз на он уже сюда приехал видите нет нет вот вот сейчас мы сказали yield он напечатал сказали next второй раз сюда приехал но он этот но он тоже напечатался как надо было поступать на долг вступать не так надо было сначала сказать next а вот здесь сказать p.send ну скажем 100 500 вот теперь все хорошо чтобы если мы еще сюда поставили красивый return мы бы увидели в этом стоп это решение мы увидели в этом стоп это решение значит 1 next сейчас мы увидим в этом стоп это решение то что мы хотели видеть 1 next можно тоже заменить на сэн но он просто ради симметрии да написать что-то типа p.send ну да если мы напишем вот так вот получится проблема нам скажут что нельзя первый раз нужно делать именно next хорошо дорогая как как скажешь первый раз надо сказать но а в остальные разы мы можем уже передавать что хотим а вот он этот return да как я обещал вот так работает оператор yield в котором от которого мы требуем возвращаемое значение понятно почему вот здесь вот первый раз это новым но потому что когда мы входим внутрь функции ну ниоткуда брать это самое значение то есть когда мы только запускаем этот генератор ему невозможно нет интерфейса чтобы передать ему что-то вот так уж это все работает вон именно так все и будет происходить сейчас мы просто четыре раза у нас в результате 4 елда будет вот этих раз два первый yield распадется на раз два и второй yield распадется нас два вот здесь мы еще скажем что-нибудь типа такого или turn res1 плюс res2 чтобы значит для красоты да и здесь мы что сделаем ну во-первых мы опросим нашу функцию cmd точка send ну какой ну дата дата вот а дату нашу просто считаем дата равняется пинт от input от и я сказал input от ну не знаю вот да cmd cmd так начинаем наводить фен-шуй чтобы значит красота была лишний фен-шуй нет вот фен-шуй навели значит еще раз что здесь должно происходить сейчас мы просто четыре раза скажем send этот сент четыре раза приедет вот сюда потому что здесь тупо написано yield from каждый yield from вернет вот такой ритюн этот ритюн нам приедет в самом конце только мы его не увидим потому что это собственно stop iteration для этого for и он нигде нигде не отсвечивает но сейчас мы все узнаем так он нам вводит это вот скобочка это начнет ввести что-то ну скажем 3 333 это второй значит отработал вот этот yield вот этот это второй yield отработал вот этот сейчас будет третий отработал вот этот вот 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 мы и вернулись значит при этом обратите внимание на то что все вот эти значения давайте посмотрим что у нас в результате то рез один плюс рез два чему равно а где-то 4 до аня cmd у нас cmd точка ну допустим там не знаю о смотрите значит оказывается у нас рез один плюс рез два это 721 при попытке из этого нашего cmd который является это генератором от 4 добыть 5 5 елд его там не случилось случился ритюн этот ритюн нам вывалился да да вот дмитрий совершенно правильно комментирует что yield from помимо всего прочего еще и перехватывается перехватывать стоп террэйшн именно так но ему нужно перехватывать стоп террэйшн по любому да нам же все равно нужно сделать так чтобы этот deal from никакого исключения не вывалил а прямо отработал вот подергал сначала сэнды или там нексты от того чего from а потом продолжил спокойно работать так что все правильно вы говорите ну вот видите вот это вот возвращаемое значение но как и обещалось приехала прямо в параметре стоп террэйшна да а вот здесь вот эти возвращаемые значения отлично обработались нашим 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 инструментом вот это что касаемо того как работает как работает send да это еще одна тема которая у нас уже была вот теперь давайте что-нибудь придумаем несколько извращенная а именно будем управлять управлять вот этим образующим циклом изнутри нашего генератора нашего нашей вот крутимый то есть мы вместо того чтобы заранее знать как это все работает будем получать вот эти елды вот отсюда непосредственно и в зависимости от того что здесь приехала в зависимости от того что здесь приехала будем значит так один лишний вот этот лишний будем значит по-разному вести себя в образующем цикле это довольно интересная штука давайте посмотрим значит чем мы сделаем ну во первых как-то много у нас подсказки я хочу это сократить давайте значит ну во первых определим капризную функцию который будет управлять который будет управлять нашим образующим циклом управлять она будет тупым совершенно способом и логика будет говорить так хочу yield хочу мы не знаю там какой-то объект правильно передать там не знаю а или нет да и управляет образующий цикл видя что ему вилде приехал ингрид он хочет int сейчас я ему выдам им y хочу дай мне строку понятное дело что здесь могли бы быть самые обычные обычные строки обычные значения что угодно это просто такой пример в котором я использую типы да то есть тут могло быть написать целые вот но мне почему-то показалось что так прикольно вот дай мне строку и я значит а ну как раз ты мне сначала дал строку а потом число давайте я теперь их перемножу return x умножить на и вот вот так вот будет выглядеть управляющая функция дальше у нас допустим тот кто будет делать yield from будет это делать просто два раза как обычно вот да то есть вот у нас будет рез 1 это yield from yield from control или а сдувать тоже yield from control вот но и будет возвращать разумеется как может перетерн рез 1 плюс и вот значит вся разница этого кода с предыдущим состоит в том что обратите внимание мы сейчас будем указывать нашему образующему циклу чему дальше делать при помощи этих вот yield то есть это как бы команды образующему циклу а вот это это значит значение которые нам добрый образующий цикл при этом при этом выдает давайте мы его назовем наконец мы глуп вот в этом мы ему по будет команды которую он вы будет выполнять то есть собственно процесс который должен запускать вот начнем мы разумеется начнем мы разумеется с того что дернем эту команду один раз да ща вообще-то команда это с не обтуда приходит так мы даже не цепь дыр а рот или таск вот таск да значит cmd равняется next от таск мы могли написать таск . send но это было все то же самое да мы будем вот так написать короче мы запросили запросили у нашего процесса чете надо вообще процесс ну и дальше дальше написали про буквально следующее вайл труб будем до тех пор пока процесс у нас не закончится будем работать значит и в cmd из чё-то нас int вернем ему int какой int дать случайно вернем импорт рандом вот дать вернем случайный что значит вернем мы не вернем мы его пошлем с помощью send туда значит мы запрашиваем следующее следующую следующую команду таким способом значит верни нам но учете там дальше надо а сейчас мы тебе туда пошлем пошлем таск . send пошлем ну как рандом . дом . rand range range через n кто мы туда пошлем ну не знаю там от десяти хорошо от одного до десяти как то так до девять поскольку это а до десяти поскольку это ранд речь вот так что здесь не так во первых здесь на два пробела это по фэн-шую а вторых не так с а таск если же у нас наш управляющий процесс запросил стр да у нас еще вариант что он просит стр значит делив cmd из ну значит зашлем туда какой-нибудь строчечку ну не знаю рандом через вот это было слово choice вот ну не знаю пускай удовлетвориться вот если не то и не другое ну видимо это какой-то это какой-то ошибка нашего протокола потому что мы не ожидаем от управляющий процесс что она нам вернет тос попросит что-то кроме intester значит давайте какой-нибудь не знаю там были в эливера какой-нибудь или type я очень такое вызовем какой-нибудь cmd 20 это не случится но на всякий случай да над захар динить код так чем не сделали давайте попробуем прямо сейчас это сделать все это у нас вывалится с 100 пытались нам конечно же надо обработать еще в нашем минуте 100 патриши ну давайте сначала так а потом мы туда добавим обработку чтобы трещина значит мы и надо сам запустить ему задание задание у нас будет видимо дабу вот дубу дабу это лишний недостаток скобочек да и вот так вот фэн-шуй стоп это рейшн говорит ага смотрите все отработало на самом деле вот он наш сгенерированный результат да значит пять букв о одна буква r две буквы о две буквы и одна буква q и там девять букв у да значит каждая такая штука будет нам возвращать случайное количество букв отсюда потому что так устроено так устроено управление только только у нас стоп это рейшн ну хорошо давайте тогда сделаем try вот сделаем вот так вот и обработаем стоп это рейшн мы же мы же умем это сделать эксцепт стоп стоп я сказал это рейшн ну с е вот и ну во первых нам надо остановить этот самый на всякий случай остановить наш наше задание мало ли что вот может быть оно там может это какой-то другой был у нас же стоп тирешн вот эта штука вернул вот ну и вернуть return я . вот а вот теперь должно все заработать прям как то смотрите как по описанному два раза а случайно выбралось q 4 буквы и одна буква и что что мы здесь в этом кусочке кода продемонстрировать мы продемонстрировали тот факт что у нас самая сложная часть вот этой нашей асинхронности это мы лук то есть тот процесс который выбирает какой очередной чанг какой очередной кусочек кода между зилдами выполнить вот и выбирает он это по какой-то логике второе что мы здесь поддемонстрировали что нормальной логикой является управление этим минутам снаружи но наоборот изнутри до из запускаемых им крутим вот здесь мы управляем мейн лупом говоря я хочу int мы любые ты хочешь int получай int или я хочу стыр он говорит ты хочешь стыр получай стыр или я говорю я хочу что-то не штатного что-то не штатное exception красный свет сирена вот кровь кишки вот это все вот вот такая вот такая уже интересная приложение к вот который мы будем дальше делать еще более интересно тут же смотрите сколько кода давайте посмотрим сможем ли мы сейчас написать или нам придется копипастить сколько у нас времени осталось нас осталось 45 минут попробуем это написать так будет кажется понятней вот это можно не переписывать это тоже самое вот повторятель наш теперь делает это n раз они два давайте это сделаем значит он не дабы он значит типа ребят любит ой давайте вот что сделаем давайте мы это у нас на 3 но 4 но а 4 . пы вот значит он теперь не повторяйте он теперь и он делать это н раз ну хорошо он так н да как он это делает он раз он говорит что у нас результат это ничего а потом только вот так вот да а потом for и in range от n рез плюс равно зилт вот этот самый control вот или черт собственно рез мне кажется это все да 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 вот наш повторятель он тупо повторяет control столько раз сколько ему сказали вот теперь моему с моим вам интересно предложение такое мы сейчас запускали всегда один вот этот реп вообще говоря в чем там и синхронность непонятно давайте мы сейчас будем запускать сразу несколько этих самых репах составим из них очередь 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 и будем в этой очереди хулиганить то есть мы просматривать ее брать пер попавшийся элемент выполнять его если надо ставить в очередь следующий элемент брать следующий для борьб райпер попавшийся элемент но и так дальше делать до тех пор пока очередь не пуста вот ну вот так да значит это у нас задание таскс вот я намеренно делаю не так как в лекции чтобы мы могли значит немножко поразовлекаться заодно посмотрим до очередь с вашего позволения я также как в лекции пока что реализую очередь в виде списка хотя это и не по питоне вот что здесь значит в очереди мы таска запятая но потому что это первое что мы передадим нашему таску for task task кажется так давайте посмотрим шпаргалку но по-моему я я а нет иначе нам придется опен делать вот я думаю допускай так будет заодно будет интересно значит что у нас да соответственно поскольку задание у нас несколько по всей видимости результат тоже будет списком из собственно результатом каждую результатов каждого из этих заданий вот ну что значит давайте сразу это все в цикл заберем вайл очередь у нас не пустая чем мы делаем выбираем из очереди очередное задание так давайте все таки здесь сделаем реверсит потому что хочу использовать поп первое задание не последние да значит поскольку они идут в таком порядке пускай идут в обратном порядке окей значит что у нас таск и реквест или как мы там называли в прошлый раз цинды цинды равняется к юпу что мы сделали мы выбрали очередное задание такс таск мы выбрали очередное задание вот да елки моталки и собственно сейчас попытаемся его выполнить так вот этот вайлтру нам не нужен вообще вот единственное что не так у нас вот этот cmd может быть ноуном да то есть он согласно протоколу здесь либо int либо стыр это очень хорошо я рад за него но он еще может быть ноуном да то есть логика управления нашим циклом немножко увеличилась надо еще написать зелив зелив я сказал еле и фатыча сказала cmd из ноуну cmd равняется доска . next только не то . на станет на nesk next . next вот таск как полагается next он же он же send ноу даже не знаю может написать таск но для коса для симметрии таск . send ну вот так вот а значит все хорошо except 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 это значит у нас все все сложилось таск мы закрываем вот и здесь говорим рис . от пент от пент собственно значение которых нам приехала какое нам значение приехали е . вылью нам приехал вот и е . вылью вот таск закрываем а и убираем нафиг нам не нужно во значит что не так такс почему я люблю слово такс объясните меня это имеет отношение к таксом или не так теперь значит у нас во первых у нас теперь этот самый дабл он теперь не дабл ареб а во вторых он от некоторого количества параметров реп на несколько времени на некоторое количество вот этих оборотов давайте запустим сначала реп длинный ну будет 10 оборотов потом но любую заеб совсем короткий реп на три оборота а потом реп средний реп на 5 вот если я сейчас не ошибся в своем таком произвольном переписывание давайте посмотрим заработать и вся эта чухня не заработала давайте сравнивать а ретон рез ха 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 все равно не заработала давайте отлаживать не получится копипастим из лекции но мне хочется получилось получилось живьем пробуем давайте попробуем что у нас с очередью возможно где-то где-то return не сделал кстати да нет сделал так если кто-то раньше меня догадается скажите а пока мы отложимся тут вроде все хорошо вот у нас в очереди как-то он слишком быстро эта очередь вот у нас в очереди два задания все я вспомнил я вспомнил мы зайчи забыли сделать мы забыли поставить в очередь следующее задание у нас у нас только но он и сейчас отработали то есть если не случилось если не случилось этого самого exception надо же поставить в очередь очередное задание черт побери куеуе аппент а обед это в конец insert в начало что таск с очередным с очередным с очередной командой вот вот чем мы не сделали конечно так чуть и не нравится так вот значит смотрите да мы собственно упустили как работает моим лук лук вызвал дернул нашу команду смысле наш таск получил от него следующую команду если это произошло без стоп это решена значит команда нужна и надо этот таск со следующей командой поставить обратно в очередь вот мы его и поставили вот теперь должно работать тыдыщ вот протокол работает вот результат работы давайте я протокол уберу чтобы он нам не мусорил экран и мы поизучаем результат он достаточно очевиден и понятен смотрите у нас было вам в зад в нашей очереди три задания на 10 оборотов на три обороты и на пять оборотов как только это задание закончилось как который как только какое-то из этих заданий закончилось то есть кончились его сэнды прилетел нам стоп это решен при попытке сделать очередной сэнд этот стоп это решен мы обработали и результат работы нашего задания поместили в список с результатами если очередная очередной запрос дай мне следующую команду приводил к тому что приезжала следующая команда мы в очередь ставили тот же тоже задание но вот с той команды которую он тебя хотел от нас хотел значит отлично это значит что теперь дайте посмотрим как все закончилось первым в нашем списке приехал приехал реп из почему-то тут два на самом деле их там три видимо один из них был короткий что не знаю непонятно короче из двух элементов почему тут 2 ну возможно там какой-то рандрич дайте сейчас попробуем я думаю что теперь будет да давайте так где-то тут в коде 3 может превращаться в 2 я не буду часто отложить первым из вот этих тасков закончился вот этот вот он в нем три повтора у ей в затем вот этот в нем пять повторов п y у y е и наконец вот этот в нем 10 повтор вот это уже прям асинхронность как она есть обратите внимание да то есть у нас продолжается наш тренд на то что код наших ансинхронных рутин очень простой асинхронных рутин и продолжают управлять мы лупом образующим циклом а вот код образующего цикла все сложнее и сложнее делается то есть вот из этих 42 строк порядка 20 занимает логика образующего цикла вот при этом асинхронность налицо ибо мы ставили в очередь сначала задание номер задание это самое десятью повторами потом с тремя потом с пятью да а закончилась сначала с тремя очевидно потому что она за три шага заканчивается потом с пятью потому что заканчивается за 5 шагов а потом с десятью которая закончилась на 10 вот такая вот уже сложная структурка которая собственно пока что абсолютно безо всяких асинхронных возможностей языка моделирует эту сопрограммную асинхронность путем значит правильного написания манглупа прежде чем мы перейдем к конкретной и захвативший весь питон модели асинхронных событий вот поговорим про другие модели первое и главная модель альтернативная вот такому с чем мы сейчас работаем и эта модель как это извините за тавтологию модель моделирования асинхронной этой самой событийной парадигмы программирования вот когда мы берем вполне себе обычный императивный язык и пытаемся на нем реализовать событийную парадигму программирования обычно это выглядит так у нас есть манглуп который при нас вот он прям у нас этот манглуп этот манглуп вызывает каждое он крутится бесконечно у него в качестве одного шага вызов какой некоторого генератора источника событий так называемых событий вот то есть наш цикл крутится считывает одно событие или если их произошло много сразу много начинает разбирать эти события и в зависимости от того какое событие произошло вызывает соответствующие обработчики примерно также устроен цикл обратных вызовов практически так же он устроен то есть просто они по-другому называются колбеки то есть мы что делаем мы говорим вот в случае если произойдет вот такое событие вызову в инту функцию и как-то эту функцию регистрируем но просто в случае тупого не тупого простейшего имитации субъективного программирования у нас манглуп явно перед нами случае колбека лог колбек может быть куда-нибудь в инту что в этом всем смущает смущает в этом всем то смущает в этом всем необходимости реализовать манглуп очень не хочется реализовать моему он сложный с другой стороны если мы не будем реализовать минут то совсем тупой минут нам тоже не годится нам нужно заложить какую-то логику вот этой самой синхронности эффективный но достаточно простой способ организовать логику синхронности это использовать такую штук который в питоне называется фьюча и я не знаю как это переводить на русский язык если кто-нибудь придумает как перевести слово фьюча на русский мы переведем пока что она будет фьючей фьюча это такой кусок данных кусок данных у которых которых пользуются как минимум два и как правило два разных разных куска куска кода в этом куске данных в общем поле готовности это самое и собственно все один код говорит подождать пока будет что-то готово и выпадает в манглуп другой код в какой-то момент в этой фичи фьюча выставляет что готовность есть и мы идут видя что фьюча готова будущее наступило вызывает тот код который значит на этой фьюча спит который который дожидается пока наступит будущее плохо понятно ну ладно мы сейчас посмотрим как-то резонова будет понятнее будет понятнее вот ну грубо говоря так вот я на самом деле вот здесь вот два сегмента вот не она это результат давайте поправим чтобы я буду в будущем в будущем не путался да вот на самом деле это вот здесь он выходит в ему вот собственно вот как работает фьюча да значит в ней всего два сегмента это результат и готовность этого результата по умолчанию готовность нулевая результат не готов дальше какой-то код говорит ну разбудите меня когда будет готова вываливается в манглуп на этой фьюча другой код в какой-то момент заполняет эту фьючу а манглуп смотрит по всем фьючем которые в нем зарегистрированы если видит штанг фьюча готова дергает вот этот первый вот и все еще быть модели с более сложной логик но у нас их на сегодня мы ведь даже сегодня составили такую модель с более сложной логика между прочим помните у нас какие-то интер вот это все но разумного который можно толком объяснить более чем одному программисту подхода с управлением асинхронностью пока не изобрели ну вернее так изобрели но чем дальше тем они сложны в питоне на самом деле сделано пара шагов тройка четверка шестерка которые позволяют использовать асинхронные возможности ровно по вот этой схеме который мы с вами который мы с вами тут отработали с буквально ничтожными синтаксическими отличиями смотрите вот давайте у нас вот этот но а4 превратим а то есть асинхронный это нося но асинг синтаксис а это асинсинс а1 ну 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 пускай будет называться и это синхронный синтаксис в котором фактически сделано 2 2 допущения что там где мы определяем генератор здесь стоит асинг дев а там где мы пишем yield from там стоит а вы все единственная фишка состоит в том что стандартный алгоритм модуль асинка которым обычно пользуется он вот таких штук как управление не умеет он только через фьюч управляет поэтому нам придется вот эту вот нашу ген хитрую специально преобразовать в такую процедуру такую настоящую к рутину который умеет и yield и return по умолчанию такого протокола в асинка нет во всем остальном в общем все смотрите мы говорим импорт тайпс или даже не так from тайпс импорт карутина вот карутина по-моему так да значит управляющую нашу функцию обмазываем декоратором карутина напоминаю что это напоминаю что что это нужно для того чтобы вот в нашем таки даже даже у нас вот этот примитивный пример уже несколько нестандартен все в жизни все проще чтобы наша функция могла одновременно наша наш генератор мог одновременно быть и асинхронным и при этом пользоваться return а вот а дальше мы просто вместо дефа пишем асинг дев асинг дев асингте и соответственно вместо елда мы пишем away вместо yield from прошу прощения вот и по-моему все сейчас давайте посмотрю но есть сильное подозрение что на этом вообще все да вот и все смотрите значит мы начали писать нашу асинхронность моделировать с помощью стандартного синтакси языка программирования связано с повторно входимыми функциями с генераторами а теперь мы взяли и подменили значит асинг дев на асинг дев yield from на выд а вот в случае специфической процедуры которая одновременно умеет и илд и ритер нам пришлось объявлять что она карутина это собственно декоратор как который вы как понимаете обмазывает это все некоторыми некоторыми тоже асинг девами вот давайте попробуем так вот она сработала точно также обратите внимание все хорошо вот по сути на этом и заканчивается асинхронный а поддержка асинхронного синтаксиса в питоне за двумя интересными исключениями которые мы с вами трогать сегодня не будем потому что у нас и так времени мало а я думаю что вы их сами освоите если будете пользоваться этой стороной первое интересное исключение стоит в том что есть такая конструкция асинг for то есть если у вас внутри внутри асинхронной функции можно вот 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 где-то тут писать асинг for я не уверен что вот тут можно делать боюсь что это я сейчас вам навру да конечно вот не надо тогда асинг for что такое синг for это когда вот эта вот часть вот это сейчас секунду вот эту часть вот эта вот часть асинхронно то есть если у вас вообще говоря не у вас есть очень вот вот здесь вот асингдефная функция которая время от времени выдает значение и вы хотите прямо из этого фора прямо из этого фора прямо в момент прохода по этой последовательности вываливаться в моем луп вообще любое слово а выйдь асинг for это про вываливание в мою вот и все вот поэтому у меня нет пример сейчас на синг форму возможно к следующему семестру я его сделаю а пока что осваивайте сами а второе дополнение важно состоит в том что асинг for может быть также и в любых циклических конструкторах там списка множество словаря вот этого всего там тоже можно написать асинг for для чего для того чтобы та функция которая конструирует им что-то могла быть синхрон понятное дело что любой синхронный код а выйд асинг for работает исключительно внутри ассинхронных функций вот здесь вот мы не можем написать здесь нет ни одного слова асинг и мы не можем сюда написать ни одно слово асинг вот и это вообще говоря очень многих людей которые изучают асинкой вообще асинг возможности питона останавливает почему сейчас мы увидим почему вот но запомните очень простую истину вот только что этот код был без слова асинг и работал мы буквально заменили в нем четыре строчки и вот теперь со словом асинг и работает точно так это именно но асинхронные возможности питона это ровно то что мы с вами видим перед глазами сейчас вот это вот такая важная часть так теперь вот базовые думе то документация по модулю асинка его ее тут на самом деле over много а у нас времени over мало 15 минут поэтому голубым по европам сейчас немножко потыкаемся в базовый синдекс с асинка посмотрим как работает фьючи и на этом в общем наше время закончится главная фишка почему мне трижды не удавалось разобраться 8 кого дело в том что в программе на синква нету моим лупа он внутри модуля синка он там внутри вы пишите все кроме моим лупа вот посмотрите сюда вы пишите это понимаете да и мозг взрывается где почему у меня внезапно есть функции асинг а тут нет функции асинг где это синхронность начинается кто ее какая логика обеспечения это синхронность ну давайте с копипастим кстати чем никаких проблем вот теперь мы знаем что это такое это всего лишь асинг дев это всего лишь генератор вот эта штука это мы ему вот эта штука создает таз для нашего генератора он запускается она вот здесь вот она выполняет эту команду а вейт это yield from здесь работает yield from асинка с лип а вот асинка с лип это как наш ген он выпадает мэйн луп мэйн луп в целую секунду ждет пока этот слип пройдет наконец слип проходит он говорит так ну теперь можно говорить yield смс and обратно вот этому мэйну потому что его слип прошел может быть есть там было несколько функций он бы обеих их дернул вот это мы сейчас и попробуем вот то есть никаких чудес вот все что мы с вами делали мы делали ровно для того чтобы выйти на эту схему ну что давайте попробуем не под не помню не поможет будем копипастить так ну что импорт асинкво всем здрасте что там стрэф тайм зачем ну просто чтобы чтобы время выводить ну хорошо спасибо сделали старых тайм значит from time мы будем просто выводить время вот чем асинк дев тест темп а нет он что там у спит до до слип от дела и и какой-нибудь сообщение уводить надо да и сообщение message вот а вы и новые слова для нас напоминаю что асинк дев это просто defines этого самого генератора а вот а вот это yield from асинк его точка слип ну сколько делай print message вот еще раз напоминаю что а вы это yield from а асинкво слип это единственный пока пока что а возможно на сегодня даже вообще единственный способ для нас сделать то что у нас делала функция ген которая ел дела прямо в моим луп результат вот овейт этой ранее не овейт овейт это yield from то есть мы перепели направили эти последность елду в осинква слип а вот осинква слип сделал ел туда внутрь моего по который от нас скрыт внутрь моего по осинкво сного и это пока на сегодняшний день единственная функция про которую мы знаем что она умеет делать выпадать в минуту сама но каждая вы это тоже выпадут могут потому что мы говорим yield from это значит что мы выпадаем минут который будет делать дальше новый сэм ну собственно все давайте теперь осинк дев мы синг дев мы просто мы вот ну что сделаем значит вот это у нас time stamp мы просто копипасте дальше а вы подождем нашу время идет быстро надо быстрее подождем одну секунду вот да тут больше ничего не надо же дать я погляжу до подождем одну секунду подождем 2 секунды пока что это просто последовательный запуск ничего интересного не происходит а вот здесь давайте подождем сразу двух функций только для этого нужно поставить их обе в очередь мы ему по точно так же как мы это делали в нашем ручном примере т1 равняется осин кого осин кого . create task вот как мы там назвали до слип до до слип только тут два да а тут у нас будет 3 и 3 соответственно вот ну и еще раз т2 это будет клей таск тут у нас 4 вот и подождем их всех а а ведь ты один отпечатаем сейчас этот самый я ведь т2 идея стоит в том что поскольку о во время в момент create task а мы задание запускаем то они закончатся с разницу в 1 секунду вот не сначала одно произойдет в течение целых трех секунд а потом еще чуть другой все в течение четырех а вот здесь вот мы их одновременно поставили очередь и там внутри сам самый лук сделал им вот этот слип и соответственно через три секунды отработает после постановки очередь отработает это задание а через четыре это то есть они с разницы в одну секунду отработают вот ну кажется хватит ну давайте еще вот так вот чтобы был ну вот собственно теперь говорим осень кого точка ран этот самый мы чуть не нравится а вот так вот давайте разбираться первое задание второе задание бумс крик 3 эти таск молодец молодец папа папа поспешишь людей насмешишь первое задание через секунд через две секунды второе две секунды ждем три секунды ждем третье и через секунду сразу четвертый да вот разница в одну секунду говорит о том что задание то есть три и фор были поставлены в очередь одновременно одно закончилось через три секунды другое через четыре вот они значит и закончились к соответственно через нужные промежутки времени обратите внимание на то что логика моему по уехала куда-то вот она вот и мы просто ставим в очередь задание и соответственно их ожидаем их выполнить если мы хотим сразу кучу заданий поставить в очередь вообще говоря по очереди сделать create task не очень хорошее идея вот потому что ну мало ли сколько времени займет создание вот такого экземпляра иногда бывает иногда бывает иногда бывает полезно время идет надеюсь я успею вот иногда бывает полезно дать еще здесь делаем return мы знаем что return теперь можно делать так дорогой поэтому про какая разница какая там операция понятно нет у нас никакого прелизма мы уехали в очередной как вот в наш в исходной программе в очередной цент и вот сколько это цен там сидит столько он там и сидит другая флавка ничего общего в асинкослип и и у асинкослип и таймслип просто нету таймслип у вас просто ждет пока пройдет нужное количество времени асинкослип вывалится в main loop и дает команду main loop разбуди этот эту асинхронную функцию через определенное количество времени мы сейчас это увидим собственно мы сейчас это видели да идея стоит в том что асинкослип это не задержка а вываливание туда в main loop теперь у нас его не видно вот в тот мой ну помните мы его сами писали со словами ты меня разбуди когда мое время настанет и мы ну живет 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 потом говорит о вот того надо разбудить потому что он просил через секунду разбудить и будет его через секунду вот что такое sleep на самом деле асинкослип вот значит да что давайте return за сделаем ну скажем сам дела и просто вот а здесь сделать по-другому здесь мы в мы не запустим сразу несколько процессов вот сейчас давайте давайте попробуем по крайней мере рез равняется авэйт 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 чего асин кио точка гезер и гезер означает буквально следующее асинка через игрек запустить целую пачку процессов а потом обработать результат и получить результат в виде списка точно так как мы это делали помните мы запускали пачку процессов в очереди получали результат в виде списка значит ну вот давайте значит это у нас будет один процесс и это у нас будет второй процесс и это будет у нас третий процесс первый будет работать три секунды второе одну секунду а третий значит соответственно две вот да и этот рез надо вернуть нет ну пускай не будем возвращать пускай печатать так чё тебе не нравится оберендент говорит так вот вот тут фэн шуи это отлично я справился с фэн шуи что сейчас должно произойти дайте проверим бум значит смотрите что произошло во первых процессы вывели message в тот момент когда до них дошел этот самый дилей то есть когда мы луп вернулся в них и понятное дело что сначала нам бы вывелся b потом c а потом а потому что через одну секунду через две через три и в том же порядке обратите внимание к нам приехали результаты нифига не в том же а вот результаты обратите внимание прошу прощения приехали в правильном порядке вот в том порядке в котором эти потом процессы у нас были в гезере да в том же это не процесс это вот такие задания да в том же порядке приехали их результаты понятно почему потому что мы в общем хотели чтобы они закончились мы хотели вот на список процессов получить список результатов однозначно соответствующий списку процессов несмотря на то что вот этот закончился первым этот вторым а этот третьем в списке результатов в Разумеется, результат этого идет сначала, потом этого, потом этого. Вот так работает Gether, удобная штука. Последнее, что я пытаюсь вам рассказать за 3 минуты буквально, это, собственно, фичи, о которых шла речь раньше. Если не успеем, я зажру немножко времени, потому что это важная штука. Вы терпите, пожалуйста. Значит, еще раз, что такое фичи? Фичи это такой объект, на котором можно сделать await, вернее, который может участвовать в await. У него есть два персонажа, которые им пользуются. Один его делает, а ко второму он обращен. Тот, к которому обращен, обращена фичи, он говорит так, все, буду ждать, пока будущее наступит. Он говорит, что-то равняется await future. И ждет. Это, так сказать, тот, кому фичи обращена, тот, который на ней спит. Это ее адресат. Тот, кто хозяин фичи, ее творец, в какой-то момент берет и проставляет в этой фичи результат. И атомарно, это операция, вот set result, она атомарно проставляет результат. И одновременно же делает в ней, как бы, взводит флаг готовности. Помните, у фичи два поля, результат и готовность. Вот этот владелец, творец фичи, он одновременно, одной операцией, одновременно выкладывает в нее результат и говорит, что фичи готово, будущее наступило. MainLoop, видя список фичи, смотрит и видит, что будущее вот в этой фичи наступило. И send, выполняет send тому адресату, который на ней спит. Вот, собственно, и вся логика. Вот, давайте мы, у нас время совсем кончается, давайте копипастить уже, потому что иначе мы ничего не успеем. Вот, там два кусочка кода, они несложные, но придется копипастить. Но я думаю, что это не так сложно. Вот, давайте почитаем, да, вот, пока я тут навожу фэн-шой, давайте почитаем, что здесь написано. Что у нас делает основная функция, так сказать, приложение? Она заводит две фичи, вот. Первая фича, вторая фича, заводит их. Дальше. Она говорит, так, первое задание, оно называется Delayed. И это задание получит фичу номер 2. Ну и там два параметра, сколько ждать и какой результат выставлять. Второе задание, оно называется Now. Получит фичу номер 1. Задание, которое Now, то есть асинхронная функция Now, асинхронная функция Now, немедленно выставит результат готовности, как хозяин этой фичи, скажет, все, у меня все готово, спасибо. А вот задание Delayed подождет какое-то количество секунд, и только после этого выставит результат готовности, но секунда тут одна. В результате получится что? Что мы подождем сначала, пока будет готова фича 1, а потом подождем, пока будет готова фича 2. Обратите внимание, что фича, она Available Object. То есть это не совсем кусок данных, это еще и вот этот самый двухчастный генератор, в который можно войти, подождать, потом кто-то что-то выставит, дернет метод setResult, и фича проставится. Вот, выглядит это так. Вот, обратите внимание на то, что мы... Давайте еще разок, да? Вот мы запустили, вот у нас отработал start, вот у нас отработал done. Значит, сначала первая, потом вторая. Вот так, именно так, происходит синхронизация посредством фич. Когда процессу заблагорассудился, говорит, у меня готово. Заблагорассудилась процессу, значит, соответствующий await от этой фичи вернется. Вот. Ну и последний, последний пример. Я все-таки, как и обещал, зажру все-таки у вас время. И это такая уже прям настоящая, настоящая асинхронность, вот, с... Тут у нас сколько фич? С тремя фичами, вот. Причем один из этих процессов, две фичи используют. Вот как. Давайте мы это скопипастим. Вот. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Ничего особо страшного здесь на самом деле не происходит. Просто тут показано, как можно использовать две фичи в одном процессе. Вот. Вот, пожалуйста. Вот у нас их три штуки. Задаем два... Два асинхронных... Две асинхронных функции. Одна будет на одной... С одной фичи работает, а другая сразу с двумя. Вот. Что при этом произойдет? Мы подождем первую фичу, по вторую третью. Первую подождем, она кончится раньше всех, вторая потом, третья потом. Вот. Вот. Обратите внимание, что на то, что у нас... раз место, два места, две фичи мы ждем. Вот. Сначала срабатывает одна, потом срабатывает вторая, а потом только третья. Вот. Собственно, и все. Видите? Это было взято из... Это было... future is null then, это было future is delayed, а это было снова future is null then. Вот. Таким образом, вы можете управлять main loop, который, который, собственно, и дергает все эти await'ы. Каждый await'ы, это выпадание в main loop. Дергает все эти await'ы, на все эти await'ы, обратно возвращает нам процессы. Вот. Ну, собственно, и все. Ну, а дальше, я уже выжираю оставшееся время, дальше очень-очень-очень-очень много всего за время создания, в 3.6, кажется, питания, а то и раньше этого самого синхронных операций, очень много всего накручено было с тех пор. И какие-то параллельные движки, и есть такая штука, как полиси, вы можете изменить логику работы main loop'а на ту, ну, скажем так, подправить логику работы main loop'а в Sinko. И всякие сети, потому что, разумеется, ну, все веб-сервера перешли на Sinko. Понятное дело, что это прям, вот. Sinko используется как базовый протокол, над которым реализуются всякие более общего рода абстракции, да, потоки, еще что-то. Вот. Плюс исключение можно там внутри вбросывать, туда внутрь вбрасывать. Мы, наверное, этого не видели, а это интересная тема. Можно делать с помощью, кажется, throw, всовывать внутрь генератора исключения, оно там возникнет, и, соответственно, в асинхронную функцию так тоже можно всунуть исключение и его брать. Вот. Ну и, разумеется, огромное количество модулей, написанных на базе Sinko внешних. Вот. Я так думаю, что порядка тысячи сейчас чисто заявляют своей платформой Sinko. Ну вот, если быть честным, 1019 штук. Но это не все модули, в которых используется Sinko, а это модули, которые, вот, про которые авторы говорят, мы поверх Sinko написали что-то. Вот их на пы-пы тысячу штук. Вот такая вот непростая тема. Я надеюсь, что, да, к сожалению, мы не можем ее продолжать дальше, потому что самое интересное начинается вот с этого момента, да, написание асинхронных сервисов, вот это все. Но у нас времени немного, и, как видите, мы вышли за пределы, уже говоря про Sinko, мы вышли за пределы синтекиса Python. Вот. Поэтому, я с сожалению, эту тему оставляю. Я надеюсь, что вот предыдущая демонстрация, собственно, самих асинхронных возможностей Python, и как они на самом деле реализованы, это и было то, что нам, это было достаточно понятно, и это и было то, что относится к языку программирования, а не к там модулям вокруг него. Вот. Я на самом деле так много болтаю в надежде, что кто-то начнет задавать вопросы, но понятно, что темы сложные надо переварить. Если все понятно, или если все непонятно, и непонятно, про что задавать вопросы, то тогда, наверное, на сегодня все. Мы и так уже задержались. Это была предпоследняя лекция, следующая лекция, последняя. Домашних заданий больше не будет. Правда, кажется, одно домашнее задание я все еще должен. Да? То есть домашнее задание будет, но оно будет к прошлой лекции. Вот. Если оно не появится сегодня, то его не будет. Там просто проблемы с тестами. Вот. Сейчас. Если я поправлю проблему с тестами, сегодня будет домашнее задание по предыдущей лекции, а больше их не будет. Вот, и соответственно, следующая лекция финальная, там будет такой, ну, оверолл, мы поговорим про модули, мы поговорим про заход на следующий семестр, у нас в следующем семестре разработка приложений на Python, вот, и все такое. Все, значит, на этом сегодняшняя лекция закончена. Вот, всем спасибо и до новых встреч через неделю.